«Вот здесь планирую строить дом, именно на этом месте. Сюда вперёд планирую сделать кухню. Двор будет примерно располагаться здесь. По краю забора хочу посадить плодовые деревья». Рамазан и Нафиса Чачаева уже определились, что и где построят и посадят на своём участке. Первым делом новый дом, ведь своего они пока не имеют и живут сейчас с родителями. Глава семейства собирается возводить здание собственными руками. Ведь тогда меньше затрат на наёмных рабочих, да и дети будут бережнее относиться. «Район хороший, место удобное. Я же говорю, все коммуникации рядом строятся, почему бы и нет, очень даже хорошо здесь. Подальше от асфальта, от всего этого шума, гамма, подальше и детвора будут здесь как бы». Всего с 2014 года было распределено 162 земельных участка. И уже скоро на этом пустыре начнётся облагораживание территории и строительство социально значимых объектов. Но сначала нужно распределить оставшиеся участки и составить смету. «В этом районе планируется также газификация, электроснабжение, электрификация. Также запланировано размещение школы и детского сада. Район очень хороший. Здесь рядом находится река, заканчиваются улицы. Я думаю, здесь будет всё для проживания и комфортной жизни». Претендовать на землю под строительство могут граждане, которых признали нуждающимся в жилье, а также многодетные семьи с тремя или более несовершеннолетними детьми. При этом проживающие на территории посёлка или округа не менее трёх лет. «Трое деток – это 15 соток, и каждый последующий ребёнок – ещё плюс 3 сотки. Землю получает не ребёнок и не мама. Земля получается в общедалевую собственность. То есть, если семья из пяти человек, двое родителей и трое деток, у каждого будет одна пятая в собственности. Землю получают бесплатно. Формирование, постановку на кадастровый учёт – всё это оплачивает администрация». Такие заявители должны предоставить необходимые документы – копии паспортов обоих супругов и свидетельства о рождении детей, справки о составе семьи и свидетельства о заключении брака, а со всеми вопросами – в местную администрацию. «Вот они сдают эти документы, потом эти документы рассматриваются на комиссии. Есть комиссия по предоставлению земельных участков. На комиссии мы запрашиваем ещё предварительно, если не хватает документов, а вообще обо всех, независимо от того, когда родился последний ребёнок, полгода ему или там сколько, отправляется в Росреестр запрос о наличии жилья». Всего же в Зеленчугском районе земельные участки общей площадью 56 тысяч квадратных гектаров получили 35 многодетных семей. Анзор Курбанов, Мурат Кемрюгов, Олег Молхожев, Архыс, 24.